Меньше суток осталось до большой пресс-конференции Владимира Путина. Начало трансляции завтра в полдень. Число аккредитованных журналистов в этом году рекордное. Более 1700 человек. И каждый из них серьёзно готовится. Впрочем, это не единственное отличие предстоящей пресс-конференции от всех предыдущих. О том, чего ждать завтра. Из Центра международной торговли репортаж Дениса Давыдова. Работа буквально кипит. Отпарить нужно все складки на декоративных стенах. Такое внимание к деталям, что даже лишним ниткам на стульях не дают торчать. Стол, за которым будет сидеть Владимир Путин. Рядом трибуна для его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. А вокруг несколько видов стульев. Тёмные, светлые. Вот стулья разной формы. Чтобы режиссёры могли определить, какой из них в кадре будет смотреться гармоничней. Канал английского языка. Раз, два, три. Английский, французский, немецкий на три языка готов перевод. Переводчикам из кабинок зал отлично виден. Им важно артикуляцию уловить. Синхронный перевод — это очень сложный перевод. Это мгновенный перевод. Поэтому переводчики-синхронисты работают в паре и меняются каждые 10-15 минут. Владимир Путин чаще даёт слово журналистам из российских регионов. На это и расчёт у Веры Комаровой. Наша коллега из Тюмени уже в столице. Реанимирует после перелёта плакат. Скрутила и вокруг платья накрутила вот этот вот плакат. И в сумке всё нормально, всё провезла. Хочется быть услышанной, хочется задать вопрос. С наглядной агитацией в руках проще привлечь внимание президента. Но безграничная фантазия журналистов мешает операторам. Организаторы попросили держать плакаты в рамках А3. Большие плакаты, они перекрывают видимость камер, основных камер, камер, которые снимают зрителей. Они просто банально мешают. Но мы всё равно в этом году подготовились. У нас есть камеры, которые обойдут любые плакаты. Сплетение проводов длиной в километры. Весь нерв разговора будет литься по ним. Ни один взгляд не ускользнёт от 15 камер. Новейшая техника, но и с ней без сильной руки не справится. Один груз весит в среднем 18 килограмм. Вот смотрите, сколько много это. Вместе 700 килограмм. Всё это для баланса операторского крана. Охватит весь зал, места в котором займут 1702 журналиста. Рекорд. Столько титров для этой программы ещё не готовили. Важно всех завтра правильно представить. Не всегда только расшифровано совпадает с тем, как они представляются. Как мы слышим. Особенно с китайскими. Вот у нас корреспондентами происходит сложно. Сколько продлится пресс-конференция, никто не знает. Рекордная в своё время растянулась на 4 часа 40 минут. Но в Кремле отмечают, не рекорды важны, а содержание. Декабрьская встреча с журналистами – возможность подвести итоги года. Путин сам по себе – это президент, которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе – это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире. Это обилие конфликтных ситуаций. Третье – это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в регулировании этих конфликтных ситуаций. Ну и четвёртое – естественно, наша жизнь страны, которая так или иначе связана с президентом и с его полномочиями. Пользуясь случаем, журналист молодёжного издания из Дагестана гуляет по Москве. У него свой вопрос президенту. Чем мы можем помочь в свои такие молодые годы и своей стране? Готовится и Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря, президент с понедельника сконцентрирован на работе с документами, справочными материалами. До начала большого разговора с журналистами меньше суток. Денис Давыдов, Вести.